...выселение, смягчение последствий бедствий и оказание помощи при бедствии. Это были выдержки из пресс-релиза Международного союза электросвязи, посвященного Всемирному дню радио 2016 года. Полностью документ доступен на сайте организации itu.int. Пресс-служба Госком телерадио Украины сообщает, что 17 февраля в Донецке региональный филиал Национальной телерадиокомпании Украины, который расположен в городе Краматорске, пришел гуманитарный груз из Киева. Радиопередатчик мощностью 50 кВт, который будет работать на средних волнах. В ближайшее время он будет установлен в городе Часов-Яр. Благодаря новому передатчику увеличится зона покрытия украинским радиосигналом. В планах полное покрытие свободной части Донецкой области и поэтапный охват всей территории Донбасса, сказал председатель Госком телерадио Олег Наливайко. Возобновление работы Донецкого и Луганского филиалов Национальной телерадиокомпании Украины в полном объеме остается приоритетной задачей для Госком телерадио. Возобновление вещания в Донецкой области произошло 27 февраля 2015 года. С базовой станции, созданной с нуля и в рекордно короткий срок, Луганская областная государственная телерадиокомпания возобновила свою работу в апреле 2015 года в Северодонецке, говорится в сообщении Госком телерадио Украины. Провасы Бхарати 810 АМ. Первая в мире цифровая радиостанция на языке Малая-Лам. Начала свою работу в аналоговом режиме и цифровом режиме формата DRM 22 января текущего года. Через передатчик мощностью 200 кВт вещание в аналоговом режиме запланировано с 5.00 до 0 часов 10 минут, а в режиме DRM с 0 часов 10 минут до 5.00 утра по местному времени. Передатчики антенны расположены в Аль-Макта, Абу-Даби примерно в 15 километрах от студии. Провасы Бхарати Broadcasting Corporation охватывает своим сигналом миллионы слушателей в странах Совета по сотрудничеству в Персидском заливе, предлагая им музыкальные и дискуссионные передачи, новости и обзоры текущих событий, а также развлекательные программы. Провасы Бхарати 810 АМ покрывает своим сигналом 72% индийской диаспоры, живущий в странах Совета по сотрудничеству в Персидском заливе и располагает своими студиями в Абу-Даби, Дубае и Тривандруме. Провасы Бхарати Broadcasting Corporation – это медиаконгломерат, зарегистрированный в соответствии с требованиями медийного законодательства Абу-Даби. Он фокусирует свою деятельность на индийской диаспоре региона, которая составляет 6,8 миллиона человек в регионе. Это страны Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Группа также занимается печатной и издательской деятельностью, а кроме того, содержит канал Галф Малаялам ТВ. Об этом говорится в февральском выпуске информационного бюллетеня Диарем Консорцию. Малаян Маклани. В Заключении поговорим о юбилее, о котором вспомнил пресс-центр российской телевизионной радиовещательной сети РТРС, А это четверть века этого обещания в России. Отчет времени ведется от 18 февраля 1991 года, когда в Ленинграде на частоте 102 мГц ровно впервые вышло в эфир радио «Рокс». Вообще коммерческое радиовещание тогда еще в СССР появилось в 1990 году. Первые коммерческие радиостанции появились на средних и ультракоротких волнах. Это были «Европа плюс», «Ностальжи», «М-радио», «Эхо Москвы» и «Радио Балтика». В том же году, в октябре, Всесоюзная комиссия по телерадиовещанию приняла решение об открытии диапазона от 100 до 104 МГц для обещания. Это был первый участок так называемого ФМ-диапазона или по-другому западного УКВ-диапазона. Полностью весь диапазон был введен в несколько этапов в течение нескольких лет, после того, как оттуда были выведены телевизионные частотные каналы. Сейчас его границы в России от 87,5 до 108 МГц ровно. Как и любая коммерческая инициатива, ведь все они в новом диапазоне были сопряжены с рисками. Западные радиоприемники и зарубежные автомобили со встроенными стереомагнитовыми только начали появляться в продаже в Советском Союзе. Радио «Рокс» получило первые ФМ-частоты для трансляции в Ленинграде, уже названное 102 МГц, в Москве 103 МГц, в Риге 102,7 МГц, и в Киеве 104 МГц. Но и необходимых линий связи для доставки сигнала в разные города не было. Радиостанции пришлось заключать договор с Норвежским министерством связи об организации спутникового канала связи для доставки программ на передатчики в СССР. Эфирную продакшн-студию «Радио Рокс» в первое время арендовала у «Радио Ослан». Вслед за «Радио Рокс» в ФМ-диапазон пришли «Радио Максимум» 25 декабря того же 1991 года, «Радио 101» 16 января уже 1992 года и далее по списку. По прошествии 25 лет даже самые консервативные радиостанции покидают длинноволновый, средневолновый и УКВ-диапазон, пишут авторы заметки из РДРС. ФМ-вещание переживает пик своего развития. Продолжается развитие федеральных сетей, хотя и не столь стремительными темпами, как в прежние годы, тенденция сегодняшнего дня – развитие сети региональных радиостанций, не имеющих флагманской станции в Москве или Санкт-Петербурге. А Норвегия, ставшая колыбелью российского ФМ-вещания, первой в мире полностью отказывается от него в пользу цифрового радиовещания DAB и DAB+. По планам, пять последних норвежских радиостанций, вещающих в ФМ-диапазоне, перейдут на цифру к концу 2017 года. Напомню, что это были выдержки из заметки пресс-центра РДРС, посвященные четверть вековому юбилею вещания в так называемом ФМ-диапазоне. Формат программы не позволяет пускаться в длительные рассуждения на ту или иную тему, однако замечу, что не все так однозначно, как говорится в этом юбилейном послании. Норвегия пока, например, не отказалась от длинноволнового вещания и продолжает, согласно данным WRTH, за 2016 год использовать частоту 153 килограмм. Уход в нашей стране станции с диапазонов длинных, средних и нижнего, или советского УКВ происходит явно начинственным способом, и никак не связан, по моему мнению, как часто теперь пишут, с морально устаревшим оборудованием. И в тех местах, где ФМ-ресурс уже выбран, или же находится на грани своей наполненности, несколько странным выглядит факт опустения других диапазонов. И здесь, в первую очередь, не какое-то моральное старение или невостребованность частотного ресурса играет роль. Первая очередная причина – нежелание регулятора изменить условия игры на рынке, таким образом, чтобы сделать использование этих старых диапазонов привлекательнее для потенциальных вещателей. Каким образом, спросите вы? Да как минимум отменив конкурсы и упростив процедуру получения лицензий для этих диапазонов, что позволило бы существенно снизить и временные, и финансовые затраты вещателей на начальном этапе. И, глядишь, может быть, и заговорят старые диапазоны новыми голосами. И на этом сегодня закончим очередной выпуск радиопанорамы, который подготовил Ивел Владимир Алексеевич. На встрече ровно через неделю я желаю вам всего самого доброго. Счастливо. Радиопанорама звучала в эфире Всемирной радиосети. Наше полное расписание вы можете найти на сайте в интернете wrn.ru. Мы продолжаем вещание в Москве и Московской области на частоте 738 кГц. Оставайтесь с нами.